Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость. Гость, представляйтесь. Меня зовут Елена из Томина. Я родом из Харькова. В Америке я четвертый год. Так, давайте будем смотреть туда. А то мы можем говорить друг на друга, но тогда мы будем сбоку. Давайте, придвигайтесь поближе. Вот, Леночка, из Харькова, четвертый год. Как бы в Америку попали? Первый вопрос, который интересует зарубежного зрителя. Как вообще девушки из Харькова в Америку попадают? Это был мой второй визит. Два раза я приехала по Work and Travel. Второй раз приехала по Work and Travel? И осталась, подала на студенческую визу, получила, проучилась на студенческой визе. Долго? Год. В Сити колледжи где-нибудь? Типа того. Это в Нью-Йорке все происходило. Полеж называется ASA колледж. Да, конечно, это русский колледж. Да, так что очень легко они помогают с документами, с визами. У них были другие программы, компьютерные, но как-то на английском осталось. Я знала, что я все равно приеду сюда. Так, подождите. Вы учились в этом ASA колледж. Я помню, знаете даже, что? У них даже КВН-ная команда была веселая. Из преподавателей, там, они очень задорные были, как ты видел их. Ну, не суть. Значит, ASA колледж. А дальше-то? То есть была у вас студенческая виза, а потом чего? А потом случились события на Украине. Я как раз год пробыла в Америке, и я поняла, что нужно, не знаю, использовать ситуацию. И вам под эти события дали? Не дали. Я подала просто на убежище, получила разрешение на работу, но интервью у меня не было. Потому что сейчас много аппликаторов. Как долго вы в ожидании интервью? Уже полтора года. То есть вы, так, пока, можно сказать, у вас такой затянувшийся отпуск. Да, да, да. Хорошо. Вы вообще поработали здесь, кроме учебы? Конечно, я всегда работала. На разных работах. В Нью-Йорке много работ. Даже на кэш. Именно на нелегальных, так сказать. Ну, полулегальных. Вы знаете, что? У меня вот вопрос есть. Спрашивает молодой человек. Он так его, знаете, формулирует интересно. Он говорит, Михаил, он говорит, вот сейчас с обострением ситуации в странах бывшего СССР, он, по-моему, с Украины, я не уверен. Значит, он говорит, вот, значит, очень интересно, как с заработками на кэш в Америке дело обстоит. Ну, то есть, может быть, он имеет в виду, там, приехать, подработать, там, или что-то. И, говорит, спросите кого-то, как, вот как люди находят работу на кэш? Хорошо, расскажу. У меня всегда это было основной целью найти на кэш, потому что не было разрешения. В Нью-Йорке с этим проще, потому что там большое русское комьюнити, можно и через контакт искать, и через фейсбук, через русские газеты. А правду говорят, что вот если ты работаешь в каком-то русском бизнесе, то, как бы, большая вероятность, что не заплатят. Или, скажем, большая вероятность, чем если у мексиканцев или там итальянцев. В Нью-Йорке большая часть русскоговорящих людей, которые с бизнесом, это бухарские евреи. Что, это настолько заметно? Да, все знают об этом. Нью-Йорк... А что они делают? Какой вид бизнеса? У них разнообразный бизнес. Например, 47-я улица в Манхэттене, это бриллиантовая улица, и там очень много русских девочек работает. И там могут не заплатить на бриллиантовый бизнес? Нет, я не говорю, что они не платят. Я говорю, что как дело обстоит, они платят. Платят просто по минимуму, но платят. А что можно делать нелегально в бриллиантовом магазине? Ну, как нелегально, просто много работы на кэш. На кэш, да. Что можно делать? Хорошо, можно... Ну, не, продавать бриллианты лучше все-таки с разрешением, но есть еще очень много работ, которые... То есть, ты не стоишь, не работаешь с клиентами, а где-то там на бэкграунде, да, то есть, там можно бегать, ну, распаковать коробки, бегать по ссылке, принеси-подай. Ага. То есть, есть такая... Есть, да. Ну, девочки там в офисе сидят. То есть, ребята, сразу на сорок седьмой улицу? Да, это хорошее место, чтобы найти первую работу в Америке. Все-таки, вот, мой вопрос о том, что могут не заплатить. Это часто бывает? Многие жалуются? Мне всегда платили. Но, нет, ну, в принципе, всегда платили. Ну, хорошо. Просто не ожидайте гор, гор там не будет. Хорошо. Что платят в Нью-Йорке, давайте вот мы туда. Что платят в Нью-Йорке таким людям, которые без разрешения на работу, на кеш могут какую-то простую работу делать? Около 10 долларов, минимально. 10 долларов в час. Хорошо. Значит, 10 долларов в час, это связано с сознанием языка? Вот, если, допустим, тот же самый человек, но язык знает, и может делать какую-то работу более, может быть, сложную. Я знала язык, получала 10 долларов в час. Откуда вы знали язык? Ну, то есть, это моя работа была уже не первая, я уже два года в Америке прожила, но когда пришла на улицу, все равно мне дали 10 долларов в час. То есть, они никогда не дадут, не хотят платить. То есть, для них не было критичным, для них не было критичным знание языка? Нет, у меня уже был язык, я об этом говорила. А, то есть, они могли без языка просто не взять? Да, просто бы не взять. А, ну, это другое, это другое, конечно. Да, без языка, это, наверное, другой разговор. Там все-таки, ну, попробовать никогда не. Мальчики чем занимаются, которые вот в таком положении? Настройки, где они работают? Ну, я слышала, что работают, да, на констракшн-бизнес. В принципе, официантами, много русских мест есть, где можно устроиться официантами в Квинсе. Ну, я говорю, бухарские евреи, они, с ними можно найти контакт, у них близкие к нам в менталитете. Я-то первый раз слышу, что вот бухарские как-то сильно выделились в какую-то сторону. То есть, я никогда, знаете, я однажды вот был в таком месте, где было много бухарских евреев. Это когда мы получали визу на выезд, и у голландского, голландское посольство в то время выполняло функцию, выполняло какую-то работу для Израиля. Потому что с Израилем не было дипломатических отношений, и израильская консульская группа находилась в посольстве Голландии. И вот туда приезжали люди, которые получали израильскую визу, или там как-то вот они уезжали. И вот я однажды попал с товарищем, и мы туда пошли, ему надо было получить. И я, честно говоря, думал, что это узбеки. Да. То есть, чисто внешне отличить я не мог. Я не мог. Но вот оказалось, а мне объяснилось, что это, как кажется, бухарские евреи. Большинство людей, которые там живут, как я понимаю. Они являются бухарскими евреями, поэтому оно так совпадает. Ну, честно говоря, я впервые в Нью-Йорке так вот узнаю такие тонкости. Ну, хорошо. То есть, есть работа. Есть работа, да. Скажем так, вот если человек задает вопрос. Ну, вот насколько вероятность велика, что вот человек приехал, и не смог ничего найти, не смог найти работы, и вот пришлось ему вернуться назад, и вообще он пропал. Это невозможно. То есть... Ну, нужно давать себе какой-то зазор, месяц, да, на поиски работы. И минимальную работу можно найти. На какую сумму минимально можно было в то время прожить в Нью-Йорке? Вот, допустим, ты пока не зарабатываешь, но ты непривередлив, ты готов там где-то, ну, как-то так, скромненько. Ну, для девочек удобно, они могут делить одну комнату пополам, платить, там, например, по 350 долларов с человек, если комната 700 стоит. То есть, есть такое? Есть, есть такое. Девочкам легче найти. Мы снимали квартиру с девочками, у нас было две спальни, и жило четыре девочки. Но квартира была наша, у нас еще было living room. То есть, было достаточно комфортно. Хорошо. Итак, вы поработали в Нью-Йорке, поучились в Нью-Йорке, параллельно работали тоже, да, с учебой? Да, все одно время. Получили разрешение на работу. Когда это произошло? Это произошло в марте этого года. То есть, года еще не прошло. Вот, буквально. Скоро буду подавать на продление, как бы, разрешение. Девять месяцев. Хорошо. Я, кстати, вот, Леночка, у нас, знаете, обычно, как девушка симпатичная попадается, сразу начинаются вопросы, типа, свободная ли девушка? Нет, вы так хихикаете, как будто ответы нет. У нас есть парень в Нью-Йорке. А, окей. У нас уже, ну, мы три года вместе, я пытаюсь его сюда переманить, но ему немножко сложно. Ну, то есть, у вас как-то серьезное отношение. Да, но ему сложно. А почему сложно? Потому что у него такая специальность, для которой нужно жить на Исткосте. Боже, что же это? Финансы. А-а-а. Здесь больше IT, а вот финансы... Слушайте, так поезжайте к нему на Исткост, там полно работы потестировать. А мне климат нравится здесь. А, окей. Ну, мне нравится само комфортно. А финансы еще, знаете, там есть потеплее, там вот, куда-нибудь в Норс-Каралайне, куда-нибудь там. Ну, это всегда была моя мечта, а жизнь здесь. Здесь. Ну, здесь тоже финансы есть, что же, вот есть в Сан-Францисках, там кое-что. Ну, будем что-то думать. Это, конечно, не New York Stock Exchange, да, но тут есть кое-что. Да. Хорошо. Значит, а давайте из него сделаем тестера, чтобы он финансовые продукты тестировал. Я стараюсь его, в общем, я даю ему максимум информации, чтобы он размышлял. Ну, в общем, короче, не такая уже и свободная. Я-то думал сейчас, как их. Короче, пирожок. Я знаю, что она не замужем. Я-то не замужем. Слушайте, так, я обогащаю свой словарный запас. Значит, Леночка, как вы к нам попали в школу? Я увидела впервые ваше видео, точнее, не ваше, а Анастасии, Настя, которая в Нью-Йорке жила один год. Настя, которая... Она тоже вела свою... Да-да-да-да. Вела свою видео в школу. Настя, которая у нас в школе. Анастасия из Вьюг называется. Нет. У нее блог называется Анастасия из Вьюг, нет? Нет, другая Анастасия, которая жила год в Нью-Йорке, потом переехала сюда и устроилась к вам в школу. У нее тоже симпатичная девушка с длинными волосами. Ну, так это она и есть. Ну, к фамилии я не знаю. Да-да-да, конечно. Я недавно ее показывал. Да-да-да. У нее блог называется Анастасия из Вьюг. Это такой блог. А, Анастасия из Вьюг. Вьюг. Да-да, конечно, Настенька. Так вы смотрели ее блог в Нью-Йорке? Несколько выпусков. Да, мне просто очень вдохновило, потому что у меня была похожая ситуация, когда она переезжала из Нью-Йорка сюда. И я думаю, а, все. То есть до этого вы про нас вообще не знали? Это был первый раз, когда я узнала вас. А канал наш вы смотрите так иногда? А, после того, я через Настю вас нашла. И начала смотреть уже после Насти. Настя как бы... Так вы с ней тут познакомились, с Настей-то? Я ее написала на Фейсбуке, мы немножко переписывались. Но я ее лично не видел. Так она же прямо вот тут же живьем есть. Ну, может быть, встретимся. Да-да, вы бы с ней хорошая такая парочка были бы, подружки такие. Кулика-гагарочка. Слушайте, это вас в Харькове говорят тю? Говорят. Много... В Харькове есть свой слэнг. Так. А что еще говорят, кроме тю? Ну, шо? Шо это всюду говорят? Везде говорят. Так. У нас есть слова, которых нет нигде в мире. Говорите. Например, плечики мы называем тремпелем. Тремпель. Повесь, что это тремпель. Вот эту вы называете тремпелем. Так, хорошо. Есть еще кулек. То есть, это пакет мы называем кульком. Ну, кулек это не... Ну, обычно кулек его сворачивают вот так. А мы называем повсеместно. Окей. А это правда, что у вас, когда хотят сказать лучше, то вместо слова лучше говорят дешевле? Говорят, пошли на тот пляж, там дешевле. Не замечала. Нет такого? Не замечала. Ну, хорошо. Ладно. Уходим от харьковской тематики. Возвращаемся к американской. Вы у нас уже сколько проучились-то? Один месяц. Немножко больше месяца. Всего? Да. Ой. Ну, хорошо. Так, подождите. Ну, понятно, что мы изучаем-то? Конечно. Очень все понятно стало. Причем мне на многие вопросы пролился сверху. Мне всегда было интересно, как разрабатывается программное обеспечение, кто за что отвечает. А почему такое интерес у девушки? У меня всегда была тяга к технологиям. Давайте так, вы учились в харьковом в институте каком-то? Да, я после девятого класса пошла в технику молочной промышленности. Получила технолога молочных продуктов. Потом я говорю, нет, я хочу... Ну, вы не можете корову там подавить? Там в другой, в технологии. То есть, производить сырки, молочные продукты. То есть, понятно, как там грибочки все это делают? Да, да, да. Хорошо. Потом я говорю, нет, я хочу со своими технологиями. Я пошла на первый курс, ХНЕО, это Харьковский национальный экономический университет, на полиграфию мультимедиа. Да, у них есть специальность такая, мультимедиа. То есть, вы мультимедийщица? Да, технологии электронных мультимедийных изданий. Так, ну... Но после третьего курса я осталась здесь. То есть, вы три года учились на такую полиграфистку-мультимедийщицу? Да, то есть, электронная. Ну, хорошо. То есть, вы, на самом деле, не чуждый компьютерный человек. Да, это... Digital native сейчас таких называют. Давно вы познакомились с компьютером? Первый раз столкнулись. У мамы в библиотеке. Моя мама в библиотеке работает. И, наверное, 96-й, наверное. Нет, может быть, 96-й, 97-й. Легко, легко. Я помню Windows 95. То есть, вы вообще тогда школьницей были начальных классов? Да, да, да. И приходила к маме и сидела за компьютером. У мамы еще девочки есть? Нет. Я один ребенок в семье. А, и мальчиков тоже нет, значит. Что говорит мама по поводу отсутствия дочери в Харькове? Она счастлива, покуда я счастлива. И еще я им оставила кота на попечение. Так что им там с бабушкой очень хорошим. То есть, по-русски понимает? Он понимает только то, что он хочет понимать. Вы знаете, британская порода, она очень такая... А если ему так, по-украински что-нибудь сказать? Мне кажется, он понимает только когда... По настроению. Еду ему, наверное, едой запахнет. Ну да, то есть, на любом языке, друзья, если что-то вкусненькое... Да, сразу вылезет с любого языка. Да, значит, люди тоже так же, мне кажется. От языка уже не зависит, когда вкусненько. Да. Хорошо. Так какой план у вас такой... Ну, хорошо, в месяц вы проучились. Так вроде вам понятно. Друзей завели, подружек тут. Да. Так. Ну, и чего дальше будет? На практику пойдете? Хорошо, попрактикуетесь. А вот, скажем, через пять лет вы кем хотите быть? Я хочу работать в ВЭП. Это была моей мечтой, работать в ВЭП. В конкретной компании? Да. А что делать? Ну, я всегда думала, чем мне там, как мои навыки применить. И как попасть, и как вообще, кем быть, я не знала. Потому что, ну, программист из меня, мы пробовали учить, но что-то у меня на не пошло. А мне хотелось что-то более артистичное. Артистичное, хорошо. Так, ну, подождите-ка, значит, хорошо, Эпл. Ну, тогда вы должны тут где-то жить, да? А я живу здесь. Ну, да, но вы говорите, что у вас личная жизнь там. Ну, я же пытаюсь его заманить. Потому что он сам думает, что здесь более здоровый климат, чем в Йорке. Ему нравится, и то, что сроковый. А сколько ему годиков? 28. То есть, уже большой мальчик. Да. А он откуда? Он из Минска. Он здесь 14 лет живет. Вы родители. Вау, то есть он уже давно? Да, он американизировался. А это чувствуется? Нет. Мне кажется, у него баланс. Баланс между американской частью и белорусской. Ну, он по-русски. Хорошо, говорит по двух языках, да. Как интересно. И где же вы познакомились? Через общего друга. Понял. В принципе, я пыталась завести знакомство с людьми, которые рядом со мной живут. На Манхэттене я нашла ребят. Хорошо. Главное. Значит, я думаю, так, чтобы такое ребят хотели про вас узнать. Скажите такую вещь. Все-таки тестирование. Ну, вот у вас целая группа, сколько у вас там народных? 28 человек. 28 человек в группе. У вас есть такие, которые вот выпали в осадок и все, вообще ничего не соображают и говорят, мне этого никогда не понять? Вот есть такие? Я такого не слышала. Я знаю, что есть люди, которые не так быстро схватывают. У некоторых еще с английским проблемы. Ну, то есть, они все равно стараются. А мы стараемся отбирать с английским, как бы. Нет, нет, нет. Я не говорю, что у них совсем проблемы. А то, что они просто им приходится дольше дома, например, повторять что-то. Это неплохо. Это все равно хорошо. Это неплохо. Это потом крепче сидеть будет. Я не думаю, что есть кто-то, кто выпадает. Пока что я вижу, что все участвуют. Но все-таки это люди более-менее с высшим образованием у нас. Может быть, с неоконченным, но не то, что там кто-то трактористом всю жизнь был. Нет, там очень интеллигентные люди. Окей. Вы можете сказать, вот, по вашему нынешнему пока опыту, что вот это, скажем, не для всех профессия. Или, скажем, вот какая-то граница есть. Вот выше этого ты можешь нормально рассчитывать. А вот, скажем, если у тебя чего-то не хватает, то, может быть, и не нужно тебе. Я так не думаю. Я не думаю, что эта профессия не для всех. Я думаю, что она для всех людей, которые любят учиться, которым интересно на что-то новое, которые хотят работать в IT. А вот преподаватели жалуются. Говорят, что домашние задания студенты плохо делают. Особенно, когда идет речь о автоматическом тестировании. Вот они там 2-3 урока не делали в домашних заданиях, и дальше они выпадают, вообще ничего не понимают. У нас автоматического тестирования в первом семестре еще не было. Поэтому я вам потом расскажу, как оно пойдет. А вот эти задания делают? Стараются делать, да. А на контрольных списывают? У нас очень хороший куратор Ольга Кей. Да, не дает списывать. Она самый лучший, ну, не знаю, один из самых хороших преподавателей. Так, ну. И она прекрасно учит, объясняет, все очень понятно. А списывать? И вот, и она говорит, я из России, поэтому я знаю все ваши трюки, так что никаких шансов, так что никто не списывает. Не списывает? если ты телефончик поставишь и т. ч.м. Было всё очень серьёзно. Очень хорошо прошло. Ладно, а то мы так замечаем. Когда читаешь ответ, как в «Сказках русских», и говорит нечеловеческим голосом или языком, а просто такой copy paste из каких-то наших ресурсов. это видно хорошо. Но вы наши контрольные посмотрите, мне кажется, у нас такого нет. Всё, да я не в претензии, я просто так спрашиваю о жизни. Единственное, что если люди никогда не сталкивались с техническим английским, и для них все эти термины, им сложно перефразировать. Тем, кто лучше язык знает, тем я могу перефразировать, как-то объяснить. Но некоторым приходится заучивать. Зазубривают просто. Потому что они не знают, какие другие слова применить в определении. Ну, уже лучше зазубрить, чтобы было правильно, чем сказать своими словами неправильно. Да. Причем это всё придёт. Мне кажется, это просто нужно. Скажите такую вещь. Вы смотрите наши видео, да? Да. Вот эта тема, куда Волок впадает, допустим. Я понимаю, вы с Украины, может быть, у вас Днепр куда-то впадает. Значит, а что сейчас, когда географию вы учили в школе, там как-то, а что там изучают? Почему люди не знают такие базовые штучки? Вот карту страны не видели. У меня женщина пишет, что подруги её дочери, там, девятнадцатилетней, никто не знает, где находится Байкал, например. Это из России. Из России. Ну, неважно. Украина поменьше, нам, наверное, легче было учить. Ну, это хорошо учили. Географию. Да. Я про него знаю географию более или менее. Хорошо. В смысле, осталось ещё. А с точки зрения, вот, например, истории, политики, там, вот, допустим, вот девочка была у меня из Мариуполя, если вы её, может быть, видели. Может быть, восьми. Вот. И она, вот про Ленина она слышала, а про Маркса уже нет. А сколько лет? А ей двадцать два, по-моему. Ну, я не знаю. Это всё-таки от человека зависит, как он слушал и науки. Ну, то есть, это в программе есть. Есть. И Маркс тоже есть. Ну, есть не конкретно Маркса, а теория марксизма и ленинизма. Есть. Есть. Это часть всебиной истории. А то, знаете, вот есть такая формула хорошая, говорит, что там Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека. Да, есть. Да. И я думаю... Ну, хорошо. То есть... Может быть, не такое внимание уделяется советской истории, потому что мы учим историю Украины и отдельно всемирную историю. И советская история – это сейчас всемирная история. Ну, более или менее. Хорошо. Хорошо. Так что... То есть, историю Украины там учат всё-таки есть? Учат. Учат. Много раз. Причём повторяют ещё. А что ж забывают? Да. Хорошо. А Харьков русскоязычный город или там есть? Русскоязычный город, но всё по-украински. Телевидение, образование, рекламные вывески. Люди на улице на каком языке? По-русски говорят. Окей. Но могут, если надо по-украински. Да, могут. Могут читать, могут слышать, понимать. Но, наверное, чтобы отвечать и говорить по-украински, нужно им задуматься. Ага. Мне, например, нужно задуматься. Ну, хорошо. Письмо написать они могут там? Конечно. Точнее, как сказать, конечно. Мне кажется, новое поколение может. Вот где-то моего возраста 25. Мы, я была первая в классе, мы начали украинский учить в школе. А до этого что было? До этого можно было выбрать или русский, или украинский. Окей. Да. До 1997 года. А потом уже более украинизированное всё начало. То есть надо учить украинский? Да. В школе всё учат украинский. Так что с этого года точно знают. Хорошо. Значит, как ваше в целом впечатление об Америке? Вот вы уже тут 4 года, вы были значительную часть этого времени как бы ущемлённая в статусах там всевозможных, да? И я смотрю, всё постоянно продолжает улыбаться. То ли она стала улыбаться 9 месяцев назад, когда разрешенно работу получила. То есть вообще. День хороший. Может вообще просто так она. У нас аура хорошая. Мы тут в прикиде. Вот. У нас шляпок много. Вообще молодая, весёлая, конечно, от чего я там грустит. Но всё-таки Америка в сравнении с тем, что вот скажем вы в Харькове жили. Ну в целом там Украина. Я не знаю. Вы не жили там во многих странах, наверное. Нет. Америка была первая за границей. Нормально тут? Как вообще вот впечатление? Вот нет ностальгии, не хочется домой вернуться. Может быть было в первое время, а сейчас уже нет. Я уже адаптировалась. Я чувствую всё так как надо. Не, мне очень хорошо. Мне нравится. А то есть английский у вас так как бы беспроблемный такой, да? Ну это тоже со временем пришло. У меня раньше хорошая теория была, а практика разговорная уже здесь. А теория откуда была хорошая? В школе учат английский с первого класса. То есть вы в английской школе учились? Углубленный класс. Класс у нас был углубленный. Удобно. 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 Но даже никогда разговорному не учили хорошо. А грамматику учили? Грамматику хорошо учили. Хорошо. А я в грамматике вообще не знаю, никогда не учил. Но так как ты говоришь, как люди говорят вроде и нормально. Вот, вот, вот. Это иногда даже важнее, потому что нужно со средой взаимодействовать, правильно? То есть на разговорном уровне. Да. Слушайте, вот вы мне скажите так изнутри, из классной комнаты. Это у меня субъективное такое впечатление или так? Это реально? У нас вот девчонки вообще очень красивые все и думаешь, как же в одном месте столько могло собраться красивых? Ну, мне кажется, у нас славянская внешность, она сама по себе красивая. Сочетание светлых глаз, волос. Да. Так. Ну, или более темных глаз, более темных волос. Светлой кожи. То есть, грубо говоря, если в одну комнату набить много девчонок оттуда, то они все равно все красивые? Да. Ну, хорошо. А я думаю, может я уже, знаешь, старею? Нет, это правда. Все признают. Ну, как бы, даже другие народы. То есть, вот мексиканцы там на улице подходят? Нет? Говорят, девушка, можно познакомиться. Есть такое? Ну, тут вообще мало кто по улице ходит. Тут же все на машинах. Ну, да. Но нет такого, что кто-то знакомится на улице? Здесь же у нас пригород. У нас никто по улице не ходит. Поэтому здесь такого нет. А в Нью-Йорке? В Нью-Йорке, да. Там много людей. Не только, чтобы они прямо пристают познакомиться. Чаще всего они просто делают комплимент. Они не пристают. Там же нельзя пристать. Но они искренне. Да. Они скажут, что мы такого плана. Леди. Да. Просто не обязывающиеся приятные слова. Ну, это же правда. Это же они не соврут. Да. Ладно. Леночка. Давайте так. Мы с вами еще вернемся к теме, когда вы на практику пойдете уже через месячишко. Да. У вас есть мечта такая, на какую практику вы хотите попасть? Какую бы вы хотели практику? Есть. Какую? Только не Apple. Не-не-не. Ну, я бы хотела оплачиваемую хотя бы по минимуму практику. Mountain View и какую-нибудь, наверное, web-based application. Не мобильную? Мы мобильную еще не проходили. Но web-based мне... Вы пройдете еще. Ну, поэтому тогда я не могу уже говорить, какое хочу. Я хочу что-то современное. Вы же в Apple хотели. Да. Ну, вы же сказали только что мне говорить про Apple. Нет. Ну, вы в перспективе хотели в Apple. Да. Но у них там все есть. Ну, конечно, мне бы хотелось... Главное, что-нибудь инновационного, интересного. Я понял. То есть, вы на самом деле очень открыты. Да. Мы открыты. Так молодой коллектив был. Ну, команда такая талантливых. А тут коллективы все молодые. Значит, куда не попадешь, все равно хорошо будет. В основном. Таких, как я, вы не найдете там, если только президентом каким-нибудь. Вот. А так, конечно, работают в основном молодые ребята. А вы можете работать over time там сколько хочешь? Думаю, да. То есть, вас не напрягает? Пока нет. Пока у меня нет никаких обязательств семьи. Я могу работать. А у вас есть какие-то страхи? Например, вот я знаю людей, у которых страхи. Я начинаю с ними разговаривать. И чем больше с ними говоришь, тем больше они как-то так вот в этих страхах. Они совершенно утонувшие. Вот страхи бывают... Ну, последние 20 лет примерно те же самые страхи. Ну, вот. Что вся работа в Индию ушла. Что скоро все роботы будут делать. И тестеры будут не нужны. Что сейчас вот если ты не программируешь там, вот хотя бы на одном языке, тебя уже тестером не возьмут. Даже ручным. И что вообще ручного тестирования вообще уже не осталось. А только вот такое вот с продвинутым знанием. Там технологий, языков программирования. Вот вы такое слышали? Может быть я слышала, но я в это не верю. И у меня таких страхов нет. Потому что мне кажется, что человек, который, как я, открыт ко всему. Да. Нужно таким быть. Это полезное качество. Полезное. Он всегда найдет в себе применение. И всегда будет знать, что дальше подучить, что подтянуть, как себя реализовать, как влиться в коллектив. То есть, я бы тогда резюмируя вот то, что вы сказали, я бы сказал, что стакан наполовину пустой или наполовину полный. Решать вам. Субъективно. То есть, стакан, он и есть стакан. Да. Вот. А что вы там увидели, это, конечно, уже… Ну, хорошо. Я… Давайте, друзья, так мы закончим. Чтобы у всех у нас стакан был полный. Не полностью пустой или полностью наполненный. А чтобы он был всегда наполненный. Чтобы вы видели его полным. И мы видели… О, это женское. О, это женское. Чтобы он таки да был полным. Таки да. Да. Хорошо. Давайте мы скажем всем привет. Мы еще вернемся к разговорам с Леночкой. Она такая светлая, позитивная девушка. Вот она пойдет на практику, нам расскажет. Потом работу найдет, расскажет. Не утаите? Да не в коем случае. Все. Тю. Скажите. Тю. Да что вы нам? У меня был очень веселый разговор с девочкой из Киева, которой я передавал опыт в виде пословицы украинско-американской. Та Невер Майнд. Мне нравится. Хорошая. Та Невер Майнд. Вот я говорю. Мне нравится. Я говорю. Вот повторите. Но она как творческий человек, она мне сказала. Та Невер Майнд. Усе буде укий. Класс. Подолжена. Да. Усе буде укий. Друзья. Усе буде укий. Можем так сказать? Да. Давайте помашемся вручкой. Пусть пишут вопросы. Вот. И знаете еще что? Поскольку все время какие-то вопросы задают лично или спрашивают как связаться. Вы тогда уже это отметитесь у нас там под видео с вами. Чтобы было видно вот что это вы. Чтобы они вам если что пусть в личку пишут на ютюбе. Хорошо. Без проблем. До новых встреч. До побашени.